Горчичные масел Все взошло очень густо Семена были староваты слегка И я решила, как бы, да, ну, чтобы взошло Вот оно взошло Почему так рано сеется дайкон и редисы? Потому что это растения короткого светового дня То есть, как только прибавится количество света и солнышка Эти все растения, ваши редиски, дайконы, сладкие редьки, маргелланские редьки Все пойдут в дудку, то есть в стрелку, в цветонос Это нам не надо Поэтому мы сеем либо очень рано, это апрель месяц, да И до конца апреля еще можем себе это позволить Но потом, мои дорогие, мы сеем уже только в начале июля Не июня, июля И тогда у нас урожай, он придется у нас на конец августа, начало сентября Это то, что дайконы можно прекрасно хранить Я уже об этом говорила Значит, не надо пудрить золой Это сыграет в ноль для образования корнеплода Поэтому лучше этого не делать Хотя в почву под перекопку можно вносить некоторое количество золы Это благотворно влияет на дайкон Но сверху редискому дайкону не надо пудрить ничего От мушек, а давайте от мушек вон Ага, я вам показывала средства, что от мушек хорошо Просто укройте укрывным, тонким И все будет в порядке Так, посмотрите, что следующее, что я хочу показать Да, тут засеяна вся гряда Вот смотрите, вот здесь еще пустые луночки, да Вытаскиваем Кто это? О, лук репчатый глоба Это такой лучок на полтора килограмма луковица Дальше у нас лук такой же подобный Это аилса грейк до килограмма Дальше у нас, так, кто капусты А, здесь капуста, про которую я вам рассказывала Капусты внизу, там только белокочаные А здесь капусты вот такие красотки Видите, седого цвета цветная капуста И она всходит, и слава богу Здесь у нас лорд, это тоже светло-зеленого цвета Она не похожа на капусту брокколи Совершенно не похожа Ну, только формой вилка, а цветом точно нет Всходит все очень замечательно И хочу сказать, что дальше посеян лук Несколько вот этих лунок Посеян он достаточно широко Там несколько рядочков И хочу оговориться, что я пролила лук Очень горячей водой, когда посеяла Потому что эта культура будет выносить Три недели мозг, пока у нее ядро Да, там процесс очень длительный Еще и какое-то масло вокруг Как у всех там сельдереевых И этих укропных растений Не дает пробиться ему наружу Поэтому горячая вода, она провоцирует Либо семена надо было замочить Да, на 5 минут 55 градусов Подсушить и посеять Ну, я полила водой горячей Значит, здесь вроде все сходит Слава тебе, Господи Я надеюсь А вот лук репчатый Да, а Илса Грейг Глоба тут две этих И там еще две полоски лука Ну, нам вот так на две семи Хватит под завязку Потому что количество его И его качество превышает все ожидания Нас устроит вот такой Вас устроит? Я надеюсь Я надеюсь, что вы его тоже посеяли Потому что это мой любимец Да, вот среди овощей, да Он красивый Он такой, с такой зеленью Разве можно это не посадить? Значит, здесь все укрыто укрывным Также в два слоя Это 42-й укрывной И в два, хотя бы в один слой Полиэтилен Зачем он нужен? А чтобы у вас нагревая степлица Должна нагревать еще и вот объем Который под полиэтиленом И держать это тепло Ночью очень холодно Сегодня в городе минус 5 А здесь будет, наверное, минус Мама дорогая называется Минус 10 точно А никакие зеленки Такую температуру не выдержат Поэтому сейчас все закрываем Закрываем двери в теплице И спокойно отсюда уходим Всего доброго и до свидания Редактор субтитров А.Семкин